Как и все девочки, я тоже должна выходить замуж. И я уже в преддверии свадьбы. Готовлюсь к замужеству. После этого моя жизнь, думаю, изменится. Я отдалюсь от детдомовской жизни. Не забуду, конечно, но отдалюсь. Аркина вместе с другими девочками из детского дома Затик после достижения совершеннолетия переселилась в дом Диадзан, который принадлежит общественной организации Баришавир. Девочки проживают здесь в ожидании жилья со стороны государства. Это было больше 800 лет назад. Дом нам предоставляет организация Баришавир. А мы, в свою очередь, стараемся помочь ей. Вносим определенную сумму, в месяц 10 тысяч драм, для того, чтобы здесь жить. Я студентка и пока что не работаю, но вышиваю открытки и продаю их. Вырученные от продажи открыток деньги вношу за проживание в этом доме. Они вышивают, ставят нам, мы собираем эти карты и сдаем в магазины. Или вот так заказы бывают, мы продаем. Они получают за свой труд, который они вышивают. Плюс к этому, допустим, от продажи мы употребляем эти деньги, вкладываем, допустим, на приобретение для них одежды, или там, так сказать, коммунальные затраты. В детском доме «Затник» проживают в основном дети из социально необеспеченных семей в возрасте от 6 до 18 лет. Родители в основном не имеют жилья, живут в съемных квартирах, в неблагоприятных условиях. А здесь дети обеспечены всем. Мы решаем их все проблемы – питание, одежда. В выходные и праздничные дни дети посещают своих родителей. Некоторые переживают стресс, хотят подольше оставаться у родителей, или же вообще не возвращаться. По закону дети в детском доме могут оставаться до исполнения 18 лет. После государство по специальной программе обеспечивало выпускников детских домов квартирами. Сейчас приостановлена эта программа, и мы не знаем, возобновят ее или нет. По словам юриста детского дома «Затник» Арик Назназарян, существуют общественные организации, такие как Борис Шавир, которые в специальных домах содержат выпускников детдомов, в основном девочек. И пока что они останутся жить в этом доме. Как отметил заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Филарет Беякян, программа обеспечения жильем выпускников детдомов стартовала в 2003 году и должна была закончиться еще в 2005 году. Но с учетом того, что выпускников детских домов, которые нуждаются в жилье, было много, программу продлили до 2010 года. В этом году не то, что не предусмотрено средств по линии обеспечения квартирами выпускников детских домов, и дети останутся без жилья. Они просто получат жилье по общему списку детей-сирот. У нас дети, оставшиеся без родителей, делятся на две категории. Первая категория – это дети, живущие в детских домах, и вторая категория – это дети, которые живут вместе с их родственниками. По данным Министерства труда и социальных вопросов Армении, в республике около тысячи детей находятся в детских домах. Из них 800 содержатся в семи государственных детдомах. Субтитры создавал DimaTorzok